Виновник самарских морозов – это воздух из приполярных районов. И такая погода сохранится в ближайшие два дня. В ночь на пятницу местами 28, а в ночь на субботу местами будет достигать 31 градуса. В дневные часы температура минус 14, минус 20 градусов. Но в воскресенье уже наступят некоторые ослабления морозов. Ослабление, впрочем, всего на несколько градусов. Потепление до плюс одного, которое прогнозировали некоторые интернет-сайты, самарские синоптики уверенно опровергают. А вот снегопады вполне возможны. Как только столбик термометра стабильно держится ниже 15, в больницу имени Пирогова начинают поступать пациенты с отморожением. Сейчас таких двое. Однако врачи ждут увеличения их числа. Самый главный враг человека в морозы – это алкоголь и мокрые ноги. Покраснение или уже, как вторая степень, побеление пальцев, допустим, каких-либо других открытых участков тела, анемения, покалывания – все это может говорить о том, что идет отморожение. Что делать? Согревание, но не алкоголем, а согревание – это теплое, сухое, тепло, горячий чай и обращение за медицинской помощью. Морозов бояться не стоит. Главное – соблюдать элементарные правила защиты. От холодов вашу кожу защитит специальный зимний крем. А вот одеваться надо, как капуста. И это не бабушкин совет, а рекомендация врачей. Выбирать лучше шерстяную одежду, она лучше согревает, а воздушная прослойка между ними сохранит тепло. Обувь тоже стоит выбирать не узкую, чтобы она не нарушала циркуляцию крови. Ну и, конечно, шапка и варежки. Оделись, застегнулись и пошли. В сильные морозы врачи советуют гулять на улице не больше 20-25 минут, а для детей это время лучше вообще сократить до 15. И потом скорее домой отогреваться горячим чаем. Валерия Макарова, Григорий Пешаков. События. Валерия Макарова, Григорий Пешаков.